Привет друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Для того, чтобы изменить свою жизнь, достаточно лист желания делать что-то новое. Многие современные люди в свободное от работы время предпочитают отдых с друзьями, семьей или же просто сидеть дома перед экраном своего гаджета. Лишь единицы пытаются окунуться в максимальную некомфортную для себя среду и проявить себя там. Примером такого вызова может быть история молодой жительницы Латвии. Девушка Мила работает удаленно, поэтому за пять лет она объездила более 30 стран. В каждой новой для себя стране она пыталась изучить культуру, обычаи народа, который проживает на этой территории. С ног на голову ее жизнь перевернула поездка в Индию. Именно там она пыталась изучить и познать на себе все тонкости медитации. Также ей было очень интересно, как живут люди при храмах. Куратором в этом ее рвении оказался мужчина по имени Тен. Мало кто мог тогда предположить, что девушка выберет именно его в качестве своего мужа. Все знали, что Тен принял сан для того, чтобы наконец-то остепениться, ведь до 30 лет он вел довольно разгульный образ жизни. Другие монахи в принципе не знали английского языка, а Тен знал хотя бы несколько слов и выражений, поэтому он быстро нашел с Милой общий язык. Девушке пришлось ждать около полугода, пока Тен закончит свою службу при храме и вернется из монастыря. Полгода. Ну разве это преграда для истинной любви? Так трудно найти человека, который идеально подходит по всем параметрам, в котором можно увидеть родственную душу. Пусть даже поиски такого заняли большое количество времени, сил, да и находится он в тысячи километрах от ее дома. Родители буддистского монаха уже не верили в то, что дождутся от сына семьи, но появление в его жизни Милой изменило кардинально все. Мужчина наконец-то смог обрести такие нужные для него чувства, как счастье и покой. Бывший монах уговорил свою возлюбленную переехать в Таиланд. Сейчас он занимается бизнесом, а она старается помогать туристам из России организовывать свой отдых в стране улыбок. В отношениях очень важно держать равновесие, в этом нюансе семье Милы и Тена уже точно нет равных. Пребывание при буддистском храме изменило их восприятие мира. Вот уж действительно веление судьбы, которое изменило мир для обоих людей. Кто бы мог подумать, что Мила, девушка из Европы, влюбится в тогда еще монаха. Также и Тен никогда бы не предугадал, откуда будет его будущая жена. Мила решила ввести страничку в социальной сети Instagram, где она делится со своими подписчиками интересными фактами о стране и об их взаимоотношениях с Теном. К слову, на страничку подписаны более 50 тысяч человек. На ее странице очень много интересных снимков, в том числе и их дочери Шантель. Отношения пары длятся уже более семи лет и, как ни странно, они счастливы. Очень трудно совмещать работу и хобби, именно поэтому большинству из нас хочется превратить одно в другое. Те же, кому это удалось, жить действительно счастливой жизнью. Микроблок Милы воспринимается как энциклопедия для начинающих, для тех, кто хочет переехать на постоянное место жительства в Таиланд. Люди в новой стране всегда нуждаются в помощи. Новые нормы, обряды, язык и люди могут доставить хлопот неподготовленному туристу, чтобы избежать таких моментов Мила и создала страничку о Таиланде. Если говорить о женитьбе, то тут все тоже произошло не очень просто. Пожениться у пары получилось лишь с третьей попытки. Всему виной бюрократические нормы. В Таиланде нет латвийского посольства, поэтому для официального брака им пришлось поехать в Китай. Также Миле пришлось оставить свою фамилию. Но для них это не стало проблемой. Нет разницы, какая фамилия у человека, которого ты до глубины души любишь. Любовь – это такое чувство, которому безразличны твое происхождение, ритм жизни и цвет кожи. Это нечто гораздо высшее, что очень трудно понять и почти невозможно объяснить. Никогда не нужно оставаться на месте и ждать знака свыше. Надо действовать, быть активным и, возможно, именно тогда удача не обойдет вас стороной. История Милы и Тена – яркий этому пример. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забывайте перейти на наш сайт Астроум на страничке в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.